В канун 70-летия, 77-летия снятия блокады Ленинграда, съемочная группа телеканала Санкт-Петербург прибыла в Крачаево-Черкесию. Наши коллеги и телевизионщики готовят многосерийный документальный фильм, повествующий о судьбе сотен тысяч эвакуированных детей из осажденного города на Неве. Ахмат Халкетчев продолжит. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Только в регион Кавказа было эвакуировано до нескольких миллионов человек, большинство из которых дети. Сотни тысяч человек приняла и Крачаева-Черкесия. Не только люди, но и земля нашего края до сих пор помнит и хранит множество историй, связанных с блокадой Ленинграда. Именно о них и хотят рассказать современным петербуржцам авторы фильма. Свою работу съемочная группа начала Саула Беслиней. Жители этого небольшого населенного пункта приютили в своих семьях свыше трех десятков эвакуированных из Ленинграда детей. Повык милосердия составит в том, что местные жители нашли в себе силы и решительность взять на себя ответственность в то время, когда у них не было возможности и своих детей накормить досыта. История Беслинея, Аула Беслиней, она произвела впечатление. Но возможно, потому что об этой истории уже очень много говорят и очень много деталей про нее есть и очень много подробностей. Но я очень уверен, что у многих жителей и других аулов, и других народов на территории Карачаева-Черкесской республики есть не менее интересные, с точки зрения журналиста, не менее душесчипательные, трепетные истории спасения людей в годы войны. Идея фильма принадлежит заслуженному журналисту Карачаева-Черкесии Александру Малькевичу, который недавно возглавил муниципальный телеканал «Санкт-Петербург». Огромное количество детей эвакуировали на территорию тогда еще Карачаевской автономной области. По некоторым данным число могло достигать до сотен тысяч. В Карачаевске съемочная группа пообщалась с доктором исторических наук Аскербей Кучиевым, который рассказал о том, какая еще опасность ждала людей, приютивших у себя ленинградских детей. Указание было самого Гитлера относиться к хавказским народам лояльно. Если они поголодно восстанут, нам будет очень-то горячо там. Там была дана такая инструкция, как и везде беспошадно расправлялись. С коммунистами, партийно-советским активом и евреями. А еще Аскербей Дагирович поведал о личных примерах самоотверженности местных жителей, подвергших смертельной опасности не только себя, но и своей семьи во имя спасения людей. Ведь если фашистам удавалось обнаружить скрываемого в семье еврея, даже если это ребенок, они уничтожали всю семью. Телевизионщиков впечатлили истории пастуха Хусея Лайпанова и жительницы аула Каминомос Баладжан Албаутовой. Осенью 42-го Хусей Лайпанов обнаружил в горах детей, скрывавшихся от фашистов. С ними была директор детского дома Тиберды Анна Одинцова. Лайпанов перевел через горы в Грузию первую группу детей. А когда вернулся за остальными и Одинцовой, все они были уже расстреляны. И пастуха фашисты тоже убили. Полна трагизма и история Баладжан Албаутовой, спасшая пятимесячную девочку от фашистской расправы, выдав ее за свою дочь. Она спасла, она понимала, что она же выхватывает ребенка, что немцы могут подумать и понять, они же тоже не дураки. Понять могут, что она пытается спасти, и она рисковала собственной жизнью, чем спасла этого ребенка пятимесячного грудного. Планируется четырехсерийный фильм, который выйдет в эфир в сентябре на телеканале Санкт-Петербург. Юрий Щербаков пообещал передать зрителю все тонкие эмоциональные моменты истории, о которых он узнал в Карачаево-Черкесии. Надеюсь, эта история тоже получит свою многолетнюю историю, получит свое многолетнее продолжение, и из нее вырастут какие-то масштабные проекты, которые будут работать во благо единства нашей страны, во благо единства наших народов, дружбы народов и межнационального, межконфессионального согласия, взаимодействия. В завершении съемочная группа посетила мемориал в Тиберде, где во время оккупации фашистские изверги массово расстреливали детей из иверийских семей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Этот мемориал установлен на братской могиле, которую показали местные жители после возвращения из Средней Азии. Именно они стали невольными свидетелями изверств фашистских оккупантов. Ахмат Халкищев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкезия.